Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Светланы Садовая. Смотрите сегодня в выпуске. Очередной циклон спецтехника работает на улицах города. Объездная по-новому, улицу Уссурийска закатают в бетон. Законные сложности, проблемы инвалидов обсудили на специальном совете. Эстафета победы. Международная патриотическая акция пройдет в Приморье. Советская эпоха. Платье, духи, помады 80-х можно увидеть в городском музее. Супер Блиц. На соревнования по дартсу собрались спортсмены со всего края. Циклон принес в город десятидневную норму осадков. Дорожная техника работает в круглосуточном режиме. От снежного наката очищают проезжие части и тротуары. Однако передышка в осадках будет недолгой. Уже к концу недели в Приморье придет новый атмосферный вихрь. Оперативная обстановка в следующем материале. В Уссурийске за 12 часов выпала десятидневная норма осадков. Аварийных отключений не было. Все коммунальные службы и предприятия округа работают в штатном режиме. Дорожная техника на улицах города работала всю ночь. Рано утром на придомовые территории вышли рабочие с лопатами. В данный момент 20 спецмашин чистят улицы и проезжие части. На полигон уже вывезено 20 КАМАЗов со снегом. Самое тяжело – чистить центр, потому что очень много машин. Проще всего – это слобода. На улицах города работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы и самосвалы. Дороги расчищают от снежного наката. После проезда спуски и подъемы, развязки и мосты подсыпят песко-соляной смесью. С мостов и прибордюрных частей на улицах Комсомольской и Чечерина снег и налить рабочие будут убирать вручную. Также расчистят тротуары и пешеходные ограждения. Сегодня днем фронты, которые определяют погоду в Приморском крае, сместятся в Охотское море. И снег постепенно будет прекращаться. Заток холода приведет к усилению ветра в Приморском крае. Максимальные температуры станут ниже по сравнению с вторником. От минус одного до минус шести. На юге будет немного теплее. Недолгой прогнозируют синоптики. Уже ко второй половине этой недели к Приморью подойдет новый атмосферный фронт, который опять принесет снег и понижение температуры. Светлана Садовая, Игорь Антонов, Теленикс. Улицу Новоселова забетонируют в Уссурийске. Реконструкция пути начнется уже в этом году. Деньги выделили из Дорожного фонда Приморского края. Ожидается, что обновление и укрепление участка между Новонекольским шоссе и улицей Резервной поможет разгрузить от пробок Некрасова и Комарова. Реконструкция дороги затронет участок от Новонекольского шоссе до жилого дома по адресу Резервная 6. Стоимость работ – 156 миллионов рублей. Кроме бетонирования новой объездной, здесь планируют также установить освещение. Обвал рубля повлечет повышение цен, считают экономисты. Это коснется многих категорий товаров. Дороже станут автомобили и импортная техника. Также в ближайшее время стоит ожидать увеличения стоимости одежды и обуви. Роста цен на лекарства произойти не должно, считают эксперты. Подорожание произойдет только на те категории, которые не регулируются законодательством, а также товары, которые связаны с зарубежным производством. Например, отечественные автомобили делают из иностранных запчастей. Такие комплектующие станут дороже. Значит, станут дороже и автомобили. Поэтому новые партии машин в апреле будут идти с учетом нового курса. По прогнозам специалистов, кратковременно изменится также стоимость гаджетов. Но это продлится не более чем три месяца. Напомним, в этот понедельник случился обвал цен на нефть, который повлек и падение рубля на международном рынке. Взлетела стоимость доллара и евро. Так, по курсу Центробанка на утро среды. Доллар стоил 72 рубля 2 копейки, евро 81 рубль 86 копеек. До обвала цен стоимость была 67,5 рублей за американскую валюту и 75 рублей 84 копейки за официальную валюту еврозоны. Представление ежемесячной оплаты по уходу за лицами с ограниченными возможностями, работа социального такси. Эти вопросы стали главными на заседании Координационного совета по делам инвалидов. С подробностями Ольга Муравьева. Государство создает благоприятные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Множество нововведений в законах вступило в силу. Так, с этого года возможно оформление ежемесячной выплаты по уходу за инвалидом. Это 12 700 рублей. Неплохая помощь для семей, где есть особенные люди. Только вот на получение поддержки могут рассчитывать единицы. Это должны быть граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Это должны быть граждане, не имеющие инвалидности и не находящиеся на пенсионном обеспечении, не осуществляющие трудовую деятельность и не проходящие обучение в образовательных организациях по любой очной или очно-заочной форме. Кроме требований к получателю, необходимо сделать специальные документы на инвалида. А так как под действие закона попадают обладатели первой группы, проще говоря, те, кто обездвижен полностью или частично, возникает вопрос и с оформлением справки. Когда они лежат, а медико-социальная экспертиза не очень-то хочет на дому вот это все разрабатывать. Понимаете, это очень сложно для инвалидов, которые лежат и никуда не выходят. И чтобы вызвать врача на дом, это в течение двух-трех месяцев нужно все это оформить. Много вопросов вызвал и второй проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья – социальное такси. Пилотная программа начала работать во Владивостоке. Там инвалиды могут бесплатно добраться до лечебно-профилактических объектов. На такую поездку могут претендовать и жители нашего города, но только в пределах краевой столицы. Как же в таком случае добраться сначала из самого Уссурийска? Раньше как-то все это обговаривалось именно с людьми, которые в этом положении находятся. А сейчас примут сначала, а потом начинают у нас спрашивать. Ага, вам подходит? Нет, не подходит. А, будем дорабатывать. Заседание координационного совета получилось эмоциональным. В итоге пришли к выводу, что хорошо, когда регулярно обновляется законодательная база. Разрабатываются программы для особенных приморцев. Только не хватает знаний законотворцам для практической реализации этих идей. На этой встрече решено составить письмо с предложениями от инвалидов Уссурийска, дабы упростить механизм реализации нововведений. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Вниманию автомобилистов! В новом году снова изменится процедура техосмотра. Законопроект вступает в силу летом, 8 июня. Главной задачей по-прежнему остается борьба с серой диагностикой машин. В первую очередь Минтранс обновил требования к фотосъемке во время технического осмотра. Достаточно будет всего двух снимков – перед процедурой и в конце. На всех изображениях должна быть четко видна передняя часть авто с маркой, цветом и госномером. Эти требования относятся к пассажирскому транспорту, грузовикам и мотоциклам. Делать снимки теперь можно в нескольких форматах. Ранее допускался только один. Файл должен содержать дату, время и координаты места съемки. Бороться с так называемым серым техосмотром будут при помощи привычных штрафов в размере 2000 рублей. За нарушителями будут присматривать дорожные камеры. При этом новые требования никак не повлияют на стоимость процедуры, утверждают в ведомстве. Лимит переводов с помощью системы быстрых платежей увеличится. Такое решение приняли в Банке России. Это позволит совершать крупные покупки, например, автомобили и недвижимость. С 600 тысяч до 2 миллионов рублей расширилось ограничение. Комиссии по межбанковским карточным платежам при безналичном расчете фактически оказываются слишком велики. Использование системы быстрых денежных переводов может решить проблему с такими операциями. Кредитные организации с универсальной лицензией должны предоставить возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду до 1 февраля 2020 года. Из крупных банков в системе пока не присоединился только Сбербанк. Программа по улучшению жилищных условий молодых семей работает в крае. Для уссурийцев это реальная возможность получить финансовую поддержку от государства на приобретение квартиры. Но есть ограничения по возрасту участников. Могут ли претендовать на такую материальную помощь одинокие родители? Узнаем в рубрике «Телеконсультант». Я в разводе одна воспитываю ребенка. Хотела спросить, могу ли я стать участником программы для молодых семей, по которой выделяют безвозвратные деньги на приобретение жилья? Да, конечно. Матери-одиночки это, как и является, неполная семья. Для них условия те же самые. Возраст до 35 лет, как на момент вступления в программу, повторюсь, так и на момент получения социальной выплаты. Тот же пакет документов за исключением следствия о браке. Они также признаются нуждающимися, также признаются платежеспособными. На данный момент выплата для неполной семьи, это вот если мама, да, и ребеночек, составляет порядка 900 тысяч рублей. Сумма социальной выплаты зависит от стоимости одного квадратного метра жилья. Она меняется ежеквартально в соответствии с приказом Минстроя. Поэтому, соответственно, она растет, пока она не уменьшается. Поэтому и выплата тоже увеличивается. Всегда набирается на будущий период. В текущем году набираются молодые семьи на 21 год для участия. И очень важный момент, чтобы молодые семьи понимали. Они могут быть первыми, вторыми, третьими, да, по подаче заявления в текущем году. Но когда будет формироваться сводный список молодых семей-участников от Уссурийского городского округа, который направляется в Департамент по делам молодежи Приморского края, он курирует данную программу на уровне субъекта, это Приморский край. Молодые семьи, подавшиеся в текущем году, будут после тех семей, которые переходят в приоритетном порядке с предыдущего года. На данный момент с предыдущего года переходят 52 семьи. И молодые семьи должны понимать, что они будут после тех семей, которые переходят с предыдущего года. И также нюанс есть такой. В программе поддержка идет многодетных семей, да, социальная такая составляющая. Многодетные семьи могут прийти последними, грубо говоря, в текущем году, но они пойдут первыми, также согласно хронологии поданных заявлений от них, но они пойдут впереди и перед всеми, в передном порядке. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Эстафета победы. Международная патриотическая акция пройдет в Приморье. Советская эпоха. Платье, духи, помады 80-х можно увидеть в городском музее. Суперблиц. На соревнования по дартсу собрались спортсмены со всего края. Биробиджан. Столица Яо. Именно здесь находится известный всему Дальнему Востоку завод «Бридер». Производитель мясных изделий по особым, уникальным технологиям. Экологически чистые колбасы и мясные деликатесы. Обязательно попробуйте настоящее качество колбас «Бридер» из Биробиджана. Логистическая компания «СДЭК» предлагает вам услуги по отправке и получению посылок, документов и других грузов. Мы работаем с физическими и юридическими лицами, с интернет-магазинами и наложенным платежом. Улица Октябрьская, 65А. Офис 111. Телефон 24-04-08. Пришла весна. На рыбалку пора. Все снаряжения и экипировка рыбака на базе «Евразия». А также товары для туризма и охоты. Палатки, лодки, туристическая мебель и посуда. Все для активного отдыха по привлекательным ценам. Оптово-розничная база «Евразия». Улица Резервная, 17. С нами отдыхать комфортно. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Мы продолжаем. Система оформления загранпаспорта с электронным носителем изменилась. В новой редакции регламента МВД прописаны необходимые документы и сроки предоставления услуги. Так, время ожидания в очереди на получение загранпаспорта не более 15 минут. Тем, кто подал заявление по месту жительства, готовый загран отдадут через месяц. Если по месту пребывания срок увеличится до трех месяцев. Все необходимые документы можно отправить через портал госуслуги. Однако оригиналы все равно придется доставить лично в отделение МВД по вопросам миграции или принести в МФЦ. Мужчинам до 27 лет теперь нужно подтвердить, что они не призваны на военную службу. За оформление загранпаспорта нового поколения нужно заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей. Для детей до 14 лет – 2,5 тысячи. Никаких дополнительных взносов требовать с человека не должны. Эстафета победы в Приморье. Международная патриотическая акция пройдет в нашем крае с 16 по 26 марта. Событие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стартовала эстафета 5 февраля в Мурманске и Бресте. Маршрут, общая протяженность которого 60 тысяч километров, проложен вдоль госграницы стран СНГ и России. Символом акции выбрано изображение Ордена Отечественной войны и пограничного знака, который прибудет во Владивосток из Сахалина 16 марта. А уже на следующий день пойдет торжественное открытие акции в Приморье. Следом за краевой столицей целая череда населенных пунктов, где побывает символ, в том числе и Уссуриск. Остановка в каждом городе будет сопровождаться торжественными митингами и встречами с ветеранами. Завершится событие в Москве 28 мая. Собрание пройдет в Александровском саду у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата». Модные истории рассказывают и показывают в городском музее. На выставке можно увидеть наряды, которые носили отцы и деды, услышать про популярные ароматы советской эпохи. Именно там вы найдете практически самые первые женские чулки и свадебные платья 80-х. На открытии побывала наша съемочная группа. Мода советской эпохи. Что носили в те годы? Какие ароматы были по душе женщинам? И какой популярностью пользовалась губная помада? Ответы на эти вопросы можно найти здесь, в городском музее. Выставка модной истории распахнула двери для посетителей. Огромное количество всего ранее модного, а ныне экспонатного, собрано здесь. Первая экспозиция была представлена на суд зрителей еще в прошлом году. Это второе путешествие по страницам истории нарядов. К нам присоединились краеведы, приносили журналы даже на человека. И была также часть выставки посвящена второй половине 20-го века. Мы поняли, что таких вещей у людей сохранилось больше. Поэтому еще год назад решили, что было бы интересно восстановить выставку и привлечь жителей города. Посмотреть, потрогать, а в некоторые дни недели и услышать занимательный рассказ. Сама выставка работает ежедневно. В каждый четверг возможна экскурсия. Оксана Багун, идейный вдохновитель экспозиции, заготовила массу интересных историй из прошлого. В арсенале модные духи того времени. А еще такие востребованные, а уж посетители сами гадают, что. На самом деле она начала производиться еще чуть ли не до войны. Но популярность достигла именно в 70-е годы. За ней гонялись, как за каждую, за любой, так или иначе популярной вещью. Небывалые очереди, составление списков из тех, кто в приоритете. Все это советская эпоха. Только в памяти остались те времена и воспоминания об остром дефиците. Кстати, часть коллекции принадлежит одной уссурийской семье. Все новое с этикетками. Вот так смогли сохранить наследие для потомков. В эпоху нехватки купить и не носить. Я тоже помню все эти дефициты. Это и 50-е годы после войны, когда из военных всяких мундиров и так далее, даже отрезок, мама перешивала детям шилое платье и костюмчики и так далее. Ну, 60-е годы, когда вообще все было в дефиците. Пережить вот это вот время, наверное, да. Было бы интересно. Ну, может быть, для кого-то. Не буду говорить за всех. Но мне было бы интересно. Мне кажется, я до сих пор где-то там вот осталась в том времени. То есть в тех советских каких-то годах. То есть оно мне близко. И, в принципе, сейчас даже какие-то такие моменты, они мне очень такие родные, которые сейчас с того времени перетаскивают в нашу нынешнюю моду. Выставка в городском музее будет работать до конца апреля. Причем каждый может стать не только оценителем экспонатов, но и полноправным участником экспозиции. Музейную коллекцию готовы пополнять вещами с советской эпохи. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Праздничный супер-блиц прошел в Уссурийске. Игроки в дартс встретились на турнире в честь 8 марта. Спортсмены из разных городов края соревновались в личном разряде и в составе смешанных пар. Набрать 170 очков – цель участников соревнований по дартсу. Выиграть партию можно всего за три броска. Поэтому на турнире супер-блиц проверяется профессионализм спортсменов. Случайно набрать баллы невозможно. Проверить свои навыки решили 26 участников из Уссурийска, Шкотова, Спаска Дальнего, Арсеньева. Учитывая то, что у нас в Уссурийске сейчас очень много сильных дартсменов, сюда и приезжают ребята из других городов, потому что они хотят посоревноваться с сильными. Как правило, в каждом городе не больше двух-трех человек, которые играют на серьезном уровне. В Дарнсе невозможно без тренировок чего-либо добиться. Если ты ежедневно не занимаешься, шансов у тебя практически никаких нет. Пользу от тренировок демонстрирует Павел Терец. За три года парень благодаря своему желанию и упорству с нуля дошел до кандидата в мастера спорта и останавливаться не собирается. Бывает нервничаешь, бывает наоборот очень так собран. Ну, когда дротик попадает именно туда, куда надо, это приносит огромное удовольствие. Особенно, когда важный матч решающий. Но не только меткость необходима для победы. Многое зависит от внутреннего состояния, уверены игроки. Пошатнуть спокойствие спортсмена может, например, самочувствие или успехи противника. Поэтому дартс – это прежде всего борьба с самим собой. Соревновательная деятельность – это, как правило, психологические эмоции. Вот чтобы уметь совладать со своими эмоциями, для этого нужно соревнование. Поэтому сюда я приехал. А тренироваться можно и дома спокойно. Опыт и спокойствие помогли Ирине Малеренко заработать первое место. Среди мужчин лучшим стал Сергей Чистикин. Самым метким дуэтом оказались Андрей Сурменко и Наталья Михеева. Турнир завершился поздравлением женщин с праздником. В следующий раз дартсмены снова съедутся в Уссуриск 21 марта на чемпионат и первенство Приморья. Виктория Калинина, Анна Клыга, Роман Адонин. Телемикс. За два дня найти сильнейших. Лучшие команды округа определят на первенстве по настольному теннису. За победу борются студенты. Подробности у Тамары Илюхиной. Ловкость, хорошая реакция и концентрация. Минимальный набор качеств, которыми должен обладать хороший спортсмен по настольному теннису. В Уссуриске проходит первенство среди команд вузов и СУЗов, а также Суворовского училища. В целом девять составов. В каждом по три человека. В Уссуриске очень хорошо развит настольный теннис. У нас несколько федераций. Краевая федерация находится в Уссуриске. У нас пять мастеров спорта в Уссуриске. Дети, чемпионы и призеры дальневосточных и краевых соревнований. Занимаются детской и узкоспортивной школой. После двух одиночных встреч будет парная. Затем вновь спортсмены встретятся один на один со своими соперниками. Борьба продолжается до трех побед. Здесь важна правильная подача мяча и отражение удара. Но главное – умение вести игру в быстром темпе. И у каждого тактика своя. Спонтанно. То есть ты входишь во вкус, и тебе быстрее и быстрее хочется победы. Сейчас уже в принципе не занимаюсь. Занималась восемь лет. Для меня это серьезно, так как увлечение уже. Просто раньше, да, серьезно. Краевые были соревнования. Соревнования продлятся два дня. Сегодня за кубки победителей боролись девушки. Завтра с ракетками выйдут юноши. Итоги помогут определить сильнейшие в округе команды. Тамара Илюхина, Игорь Антонов, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе», в которой мы расскажем о Даниле Никитину. В Никитине мальчику 14 лет парень мечтает о настоящей семье. Готовить уроки с мамой, гулять с отцом. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке Дмитрия и Татьяны Николаевны Стальских. Шашки, рисование, армейский рукопашный бой. Данилу Никитину 14 лет. Мама у мальчика умерла, когда парню было всего шесть. Тогда Данил остался с родным отцом, который тяжело пережил смерть жены и стал выпивать. И через некоторое время родительских прав папу лишили. Так мальчик оказался в детском реабилитационном центре в находке. Здесь у меня хорошо жизнь складывается. Я общаюсь с многими ребятами. Ну, живу здесь, занимаюсь. Рисую, здесь кружок есть, где рисуют. Тут художник проходит. Я рисую. Хожу на рукопашный бой. В школу хожу. Уроки делаю. Как многим мальчишкам, Данилу не очень нравится читать. Зато он любит географию и физику. Около четырех месяцев назад увлекся армейским рукопашным боем. Хорошо играет в шашки. По рассказам педагогов, у парнишки огромное стремление учиться новому. Данил очень семейный человек, говорят они. Мальчику необходимо, чтобы рядом были близкие люди. У нас есть такой кружок, называется «Мы готовим по воскресеньям». И Данил очень хорошо готовит. У него был такой небольшой навык в семейной жизни, когда он жил в семье. Ну и вот он показывает, как, может быть, салаты делать другим мальчишкам. В Уссурийске Данил около семи месяцев. Признается, здесь больше всего не хватает моря. И, конечно, настоящей семьи. А большой мальчишка не мечтает. Мама, папа и, может быть, сестренка. Те люди, к которым Данил Никитин хочет возвращаться домой из школы. Хочу маму и папу. Тепла хочу, как бы ласки. По вопросам устройства мальчика в семью обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу Уссурийск, улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. На этом пока все. В студии работала Светлана Садовая. Все сюжеты вы можете также увидеть на нашем сайте Телемикс ТВ и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале.